Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии я Лилия Талипова и мы начинаем. КФУ выходит на новый этап в сотрудничестве с французскими учеными. Как пройдет форум «Время. Кино». Седьмой день студенческой весны. Как себя проявили экономисты и математики? Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Делегаты ознакомились с возможностями центра и определились с возможными направлениями сотрудничества и обмена опытом. Напомним, что в рамках визита в Санкт-Петербург ранее состоялось подписание соглашения с научно-исследовательским институтом в ТИЗе пульмонологии Министерства здравоохранения России. А теперь к другим новостям. Казанский федеральный посетили французские ученые, чтобы своими глазами увидеть, каких успехов добились наши исследователи в области нетрадиционной нефти. Как будет развиваться сотрудничество двух вузов, теперь узнавала Аделя Шемилова. Казанский федеральный университет и французский институт нефти в скором времени перейдут на новый этап сотрудничества. В планах сторон совместные научные исследования в области поиска, разведки, добычи и переработки нефти и газа. При этом акцент будет сделан на нетрадиционных углеводородах. Об этом речь пошла на круглом столе, который состоялся на второй день визита французских коллег. Мы подписали с ними соглашение, срок которого заканчивается в этом году. Вот они приехали подписать новое соглашение. Мы сейчас обсуждаем новые направления, где мы с ними будем работать уже последующие 34 года. Их интересует у нас разработка высоковязких нефтей, которыми мы занимаемся. Потому что где-то в каких-то областях нам удалось выйти вперед в использовании катализаторов для добычи высоковязкой нефти. А вот в этой области мы впереди планета, что называется, всей. Напомним, что ранее Казанский университет и Французский институт нефти активно взаимодействовали в области образования. В частности, на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ были организованы курсы повышения квалификации для специалистов российских нефтегазовых компаний. Также два года назад стартовала программа двойных дипломов в области геологии для магистров. То есть это огромный такой институт, научный, и в том числе у него есть образовательный департамент. Они ведут подготовку магистров для всего мира. У нас с ними в этом направлении тоже есть программа совместная магистровская. Наши магистры учились, заканчивали вот АФП, магистатуру по нефтегазовому делу, по гео-сайенс. Более детальное обсуждение потенциальных направлений для сотрудничества и возможных совместных проектов состоялось на прошедшем круглом столе с участием руководства КФУ. Также на встрече были подведены промежуточные итоги сотрудничества сторон. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 21 марта ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями Российского фонда помощи. Напомним, что в КФУ сотрудничали с Росфондом 2016 года. Вместе они реализуют проект по созданию национального регистра доноров костного мозга. Подробности об этой встрече вы узнаете в следующем выпуске. Пятый всероссийский форум «Время кино» состоится в Казани с 28 по 31 марта. О том, чем будет интересен этот форум и что ждет участников, поговорили на пресс-конференции. О деталях встречи расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Целый час специалисты, журналисты и просто все желающие говорили о кино. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция. Она была посвящена пятому всероссийскому форуму «Время кино» и всероссийскому питчингу дебютантов. Иногда человек пишет, 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 а потом ему эксперт авторитетный говорит, да ты вообще просто не мучайся над драмой, ты возьми всех тут рассмеши. Или наоборот, не пиши комедию, возьми, убей в конце, разведи, и у тебя получится классная драма. Вот в принципе, чему и надо учить, чтобы сценаристы встраивались в индустрию. И поэтому питчинг – это как раз тот самый инструмент, который позволяет вот эти вещи реализовывать. Формат форума «Время кино» растет, география его расширяется, и с каждым разом участников становится все больше и больше. Говоря о форуме кино, вот в моем, так скажем, творческом детстве этого не было. Сейчас это такая приоритетная вещь, когда люди категории А приезжают в Казань, общаются с кинетографистами, ведь это очень важно – смотреть им в глаза, завидовать им и стараться быть такими же, как они. Форум является своего рода площадкой, где молодые режиссеры и сценаристы могут представить и реализовать свои проекты. Фильм начинающего режиссера Юлии Захарова «Халима» послужил примером того, что в нашей республике можно и нужно снимать фильмы. Пятый Всероссийский форум «Время кино» состоится в Казани с 28 по 31 марта. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. В музее Каюма Насыри отпраздновали Новый год у иранских и тюркских народов под названием Навруз. Как проходило мероприятие, узнавал Иван Евсеев. В музее Каюма Насыри отпраздновали праздник Нового года у иранских и тюркских народов под названием Навруз. Этот праздник считается одним из самых древних обрядов в истории человечества. На празднование собрались множество студентов Института международных отношений истории востоковедения КФУ, а также представители иранского и татарского народов. В рамках нашего сегодняшнего праздничного мероприятия студенты и наши гости знакомятся с традициями праздника Науруза, как отмечают Новый год в Иране. И, естественно, наши студенты будут здесь петь стихи, читать стихи на персидском языке. В день Науруза на стол ставят семь предметов для угощения, в число которых входят и разрисованные яйца. Обычно за столом все поздравляют друг друга с этим светлым праздником и произносят различные пожелания. В этот раз гости в народном одеянии танцевали и распевали песни под баян, после чего устроили чайпитие. Но это еще не конец. 13 числа первого месяца календаря иранского народа люди поедут за горы для продолжения гуляний. Так заканчивается Науруз. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универньюс. В Казанском государственном энергетическом университете состоялся молодежный день. Что ждало гостей мероприятия, вы узнаете в нашем сюжете. В Казанском государственном энергетическом университете прошел молодежный день. Он состоялся в рамках международного симпозиума «Энергоресурсы эффективность и энергосбережение». Гостей мероприятия ожидали обучающие квесты, дискуссии, встречи с ведущими экспертами в сфере науки и энергетики. В обсуждении участниками были затронуты современные тренды в энергетической отрасли, перспективы развития и цифровизация образования и промышленности. После обсуждения состоялось награждение победителей 5-го республиканского конкурса молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность 2018» и квест проекта «Бизнес-энергия». Также в этот день в Казанском государственном энергетическом университете состоялось заседание молодежного совета энергетической отрасли. Главным вопросом стало обсуждение плана работы. Позже представители энергетической отрасли соревновались между собой в интеллектуальной викторине реквизит. 14 команд по 5 человек отвечали на интеллектуальные вопросы в области энергоэффективности. Артем Тупичкин, Универ-Ньюс. Студенты Елабужского института КФО получили полную информацию о таком месте работы, как особая экономическая зона Алабуга. Подробности расскажет Аделя Шемилова. В Елабужском институте продолжается трехдневная информационная сессия с участием студентов и сотрудников особой экономической зоны Алабуга. В простой увлекательной форме спикеры рассказали о принципах отбора специалистов для этой промышленно-производственной площадки и о самой зоне, отметив, что Елабужский институт является настоящей кузнецей кадров. У нас уже 23 завода, которые просто ищут кадры, которые должны им помочь реализовывать свои планы по строительству, по запуску производства. Мы как управляющая компания в этом содействуем и надеемся, что будем полезны студентам, и они продолжат свое будущее, свяжут свое будущее с особой экономической зоной Алабуга. Аделя Шемилова, Ильшат Ахмадеев, Денис Липаилов, Универ-Ньюс. В Большом зале «Уникс» прошел концерт студенческой весны. На сцене представили свои номера студенты Института математики и механики имени Алабачевского и Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Подробности в сюжете Аделина Ахмадеевой. 20 марта в Большом зале «Уникс» прошел очередной концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна». На сцене представили свои красочные номера студенты Института управления экономики и финансов, а также студенты Института математики и механики имени Алабачевского. У каждого института была своя идея подачи номеров. Первыми на сцену вышли математики и механики. Они четко выразили главную мысль своего выступления – ценить Родину, заботиться о ней и поддерживать ее благосостояние. ИОФ изобразил студента в образе пассажира, который только начинает свой путь, и впереди его ждут большие перспективы. Это не последний концерт студенческой весны. Впереди нас еще ждут выступления Елабужского института и Набиржно-Челнинского института КФУ. Аделина Ахмадеева, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok